так кто эта вилка чехол не она баутя без чехла до без чехла была вилочка так сейчас посмотрим значит приобретение ивана с японии еще до всех этих событий успел забрать он ее последние дни как закрывали уже транзиты со всякими там банковскими картами помог ему приобрести и бадри книжок компании или line цена была можно сказать на сегодняшний день детская так пределах 10 до на себе обошлась плюс доставочка из серии и вилайна это самая-самая деликатная у них палочка так значит смотрим что у нас здесь на бланке есть все тот же его синхронайзер виллоу 6 и 0 значит 15 грамма 14 лб made in japan камелёчек тоненький вершиночка табулярная такая палочка каратышка 6 дюймов такая каратышка но это вам не два метра метр восемьдесят получается улана под мормышку себе приобрел для этого года осваивать мормышинг на назера и вот такую взял еще две абсолютных разных палочки построю одна жесткая с мягкой тоненькая вклеечка зароха и вот этот мягенькая вилочка виллоу приятно покачать ну две третьих бланка работу вообще легко включается удобно и будет и позудить и покачать посмотрит иван сезон покажет что ему больше зайдет мягкая палка иду все-таки более строгая но прекрасно будет работать от 0 2 грамм там даже вообще без разговоров я показал и ниже можно спокойно кидать вообще прекрасно смотрите какая мягкая классно вообще потрясающая палочка но сегодня будет вам ловить за рошечкой как-то так приехали мы сегодня на новое местечко на разведку очередной здесь какой то есть сброс воды дамбочка шлюзик вот хотим проверить удаст целиком поймать увидели это место тоже в другом видео ребята федеристы ловили ему такие опачки какое классное место для зимнего спиннинга надо съездить проверить может быть удаст какую-нибудь латвичку уговорить поймать но всю неделю стояли морозы и подхватила опять ли литком все ехали не знали что будет по факту будет ли открытая вода все-таки будет все замерзшая ну как видим есть и жидкая вода или док и он там армия федеристов сидят на стульях поэтому походим вон там вот дальше спокойно никого нету обрывистые крутые берега рыбачков нет соответственно таких крутых склонах можем мы со спиннингом сможем пройти там вот неудобно но он там вот есть небольшой участочек где можно пройти ну и он там вот на отмели возможно будет крутиться рыбка в общем сейчас не вам пока там связывается я же палочку я тут уже пришел бла-бла-бла да подолтал сейчас куда мать пойду попробую стать пару забросов сделать под снег не уйти никуда из какого обрыва не свалиться ну попробуем пока первый забросик лесочка 006 ой 007 мормышечка 03 грамма пробуем надежда все-таки была сюда приехать за сотню километров именно поймать белую рыбку не окуня ну посмотрим чем все закончится может вообще ничего не поймаем а может быть найдем какому-нибудь окуня на белую рыбку иван пришел переоделся отдел сапоги пойдем сюда заползай иван новичок опыта у него еще пока вовлю в мормышке нету было с нами один раз только на охте когда когда не особо то и клевала может быть сегодня удастся что-нибудь поймать ощутить поклевку хотя бы первый окушок о смотри окушок на на танку 08 дюйма ой какой красивый черненький полосатенький пятнышки темные и красавчик давай беги опа полосатый дружок у него конечно хорошо но сегодня конечно целью у нас является найти белую рыбку которую тут полавливают федеристы правда не подавлю ты с прикормом с дальней дистанции вот вам надо найти где-нибудь у берега крутящуюся бель но к сожалению пока все подмерзшие дом есть 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 еще один окушок ой о побольше о завел куда-то все завел 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 в коряжку ну или что там у нас камыши растут а я дальше не пройду воду о не выскочил еще один друг размера такого же на фоне Ивана сфотка так ну все за 20 минут рыбалки уже 4 обрыва поэтому поставил такую паянную короночку вольфрам пока по берегу попробую половить на такие мормышки будем потому что безбородые крючочки на вольфраме очень нахладненько получается но это паянная на коронке попробуем их поотрывать будут они камикадзе сегодня потому что здесь какая-то штука за которую я уже четыре раза зацепился что-то мне вот внутреннее чутье подсказывает что нужно утяжеляться ставить где-то 0,5 чтобы заброс сделать вон туда на срез где течение идет и уже более такие спокойные участки и вот туда надо забрасывать и оттуда начинать проводку но более тяжелым это только надежда оттуда выцеганить окуня который может стоять на этом слиянии так сказать на этом участке конечно же на бель по-моему пяти надежда будет потеряна поймать ну вот пока сработала вновь 0,3 вот такой полосатик еще один с черными глазками такие темными мотылика на мормышку с коронки все пошли мы на другую сторону дабы сохранить свои монтажи хоть немного обрывов очень много но будем там пробовать искать рыбку латвичку вот вот тут сейчас и попробуем поискать латвичку смотри лежат бревна там да столбы бетонные видишь вон в воде видно вот сейчас тут и попробуем на мели поискать рыбку латвичку прикольно прикольно и 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 чтобы льдина не мешала камни на дне булыжники и галька насыпана за которую тоже можно цепляться и отрываться в общем пробуем что можно сказать по этой стороне примерно то же самое обрывов тоже уже по несколько получили поклевок здесь даже окушков пока не получил я вам тоже там от мелкого все камушки цепляются за камни здесь вот какая-то ямка небольшая но даже в этой ямке пока поклевок получить не удалось но зато несколько уже обрыва очень пока на этой стороне все не так как думалось когда мы оттуда переходили ну пойдем туда вниз по течению сходим там еще посмотрим а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше утяжеление Утяжеление ни к чему не привезло Даже в надежде поймать окуны Одни забросы, забросы, забросы А все вон там перспективное Все занято, где можно покидать еще А тут кругом зацепы, зацепы В общем все, что собираемся Поедем Такая вот рыбалочка Получилось Нифига не результативная Ну посмотрели, новое место Скатались Ну и На этом все До новых встреч Суданам Пойдем сюда Пока-пока